Дорожный ремонт не только для комфорта водителей, но и для безопасности пешеходов. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт 27 объектов. Критерий достаточно много. Первое – это сроки проведения ремонтов. Конечно, они больше затрагивали магистральные улицы. Там, где дорожное полотно, в первую очередь должно быть в нормативном состоянии. Дальше рассматривали и карта убитых дорог Народного фронта, и обращение ГИБДД, и обращение жителей. То есть это все рассматривалось в купе. Но самое главное – это востребовательность дороги. Одним из первых объектов, где начался комплексный ремонт, стала Третья лагерная улица. Дорога была в убитом состоянии. Долгое время здесь ограничивались текущим ремонтом – ямочным. Теперь, наконец, полностью заменят изношенное асфальтобетонное покрытие на новое, выполненное из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме проезжей части, капитально восстановят тротуар вдоль нее, газон и объекты дорожной инфраструктуры. Имеются претензии у жителей по скоростному режиму. И было принято решение сделать завышенный пешеходный переход, установить сетафор Т-7 в мигающем виде. Протяженность участка здесь 500 метров, площадь асфальтового полотна порядка 5000 квадратных метров и порядка 2500 квадратных метров площадь тротуаров. Очень хорошо. Еще середина мая, условно, мы уже вступаем в активную фазу по серьезнейшему проекту «Безопасные и качественные дороги». Отдельно жители микрорайона, а также родительский комитет и дирекция 41-й школы обратились с просьбой оборудовать на пересечении 3-й лагерной и 12-й санаторной дополнительный переход для безопасности детей. Именно здесь пролегает путь в школу многих учащихся. Мы буквально месяц назад встречались с Владимиром Николаевичем Шарыповым и обговаривали, что пешеходный переход появится на том пешеходном обустроенной современной. Сегодня мы встречаемся с заместителем главы, с Виктором Вячеславовичем. Мы хотим, сейчас мы с родителями прошлись. У нас вот здесь сейчас именно этот участок вызывает опасения, потому что сейчас здесь нет пешеходного перехода. И мы сейчас договорились о том, что сейчас администрация посмотрит, что можно сделать для того, чтобы здесь также появилась пешеходная зона, чтобы дети безопасно могли проходить дорогу. Весь комплекс работ здесь обойдется в 14 миллионов рублей. В рамках программы средств хватит еще на 27 объектов. Работы уже начались на улицах Кудряшова, Ярославской и Жарова. Остальные участки пока на стадии торгов. Но за сезон ремонт должен быть завершен на каждом. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.